Добро пожаловать в захватывающий мир новой живописной карты Япония. Эта локация впечатлит вас своей уникальной архитектурой и первой в нашей коллекции перепадами высот. Готовьтесь к захватывающим дуэлям на отдельных участках карты, которые обеспечат вам возможность дальних сражений. Но это еще не все. Вместе с глобальным обновлением Симфония Огня мы представляем легендарную РССО Калиопа и новую линейку танков 6 ранга, а также 7 новых самолетов и 2 корабля. Выделяйтесь среди толпы, теперь профиль можно сделать уникальным с помощью титулов и декораторов Ника, пусть враг запомнит кто его сокрушил. Также в новом обновлении была добавлена возможность настройки боевого интерфейса и улучшено управление техникой, включая свободную камеру. Скачивайте игру по ссылке в описании к этому видео, прямо с официального сайта разработчиков. И присоединяйтесь к нам в захватывающих битвах, увидимся на бескрайних полях сражений. Симфония Огня На второй ранг прибывает Калиопа, ее цена составляет 2000 золотых орлов, что на 1000 больше, чем неделю назад. К слову, на моем канале уже вышел обзор этого сетапа, но помимо этого, если вам вдруг не хватает золота, в своем телеграм канале я провожу розыгрыш. Вы можете принять участие и получить возможность пополнить свои запасы. Всем удачи, мы двигаемся дальше. Первопроходцем шестых рангов становится Т-54 и его сетап, в который вошли такие машины, как Т-10А, тяжелый танк с достойной броней и увесистым орудием, который помимо всего этого имеет прибор ночного видения. Объект 906, легкий танк, быстрый, маневренный, современный, полностью лишенный шанса на выживание среди одноклассников. Готов рассекать не только бескрайние поля, но и озеро на карте Польша. ЗСУ-23-4, новая зенитка, в простонародье Шилка. Не дай реактивным самолетам застать врасплох твою команду, закрой воздушное пространство карты. И раз уж мы упомянули цены, то хочется отметить, что все цены на премиум сетапы были изменены. В основном, начальные ранги поднялись в цене примерно в два раза, то бишь как Калиопа. Калиопа стоила 900, теперь стоит 2000 и так далее. Высокие танги по типу, высокие ранги, точнее по типу тигра, стали стоить чуть меньше. Если тигр стоил 13 тысяч, теперь он стоит 11. Касательно флота, там такая же история. Те корабли, которые были высоких рангов, стали чуть дешевле. Ну, тут мне добавить нечего, можете как бы сами это прокомментировать. Также ко всему этому празднику добавляется два новых корабля. Премиумный линкорн 14 уровня, Полтава. Следом за ним идет Аляска, линейный крейсер 19 уровня, то бишь прокачиваемый. Что уже менее важно, так как отдельной линии авиации в игре нет, были также добавлены самолеты шестых рангов. Три истребителя, три бобра и еще один самолетик на пятый ранг. А мы двигаемся дальше. Ряд карт пополнился еще одной. Япония. Теперь игра на Ягтигре станет более захватывающей. Ну, а в целом карта вышла добротной. Она вообще отличается от своей версии на ПК. Я бы даже заявил, что полностью и абсолютно. Посмотреть на нее вы можете в игре, или же в моем обзоре опять-таки про Калиопу. А мы двигаемся дальше. Радует, конечно, что разработчики слушают комьюнити, что вот они прислушиваются к тому, чего вам не хватает, что вам не нравится, что бы хотелось убрать, что бы хотелось добавить. Вот вам всем нравится играть против Ягдтигра? Лично мне? Да. Вам нравится играть против ЗСУ на пятом ранге? Мне? Да. А мы переходим к следующей теме. Была улучшена составляющая настроек игры. Теперь вы можете редактировать боевой интерфейс. То бишь, сделать такую раскладку, которая удобна именно вам. Например, в 10 пальцев. Добавлена возможность украшать игровой профиль. В его настройках теперь можно устанавливать титулы и декораторы, которые также отображаются в бою. На этом самые главные, так скажем, пункты обновления завершены. Подробнее вы можете почитать на официальном сайте игры, либо же в самой игре. Для вас вещал Реон Рей. Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь на связи, а я пошел. И да, напоминаю всем. В моем телеграмме стартовал розыгрыш на 5 внутриигровых наборов для игры War Thunder Mobile. Также по ссылке в описании переходите туда и узнавайте подробности. Ну а теперь я точно уж пошел. Всем удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok